Добрый день! Мы приветствуем вас на площадке регионального информационного центра ЮГРА. Общественная палата ЮГРА ведет активную подготовку к общественному наблюдению за выборами в 2021 году на территории обруга. Подходит к концу этап обучения общественных нагрузателей, который стартовал 21 апреля. Координаторы общественного наблюдения провели выездные семинары для бригадиров и общественных наблюдателей во всех муниципальных образованиях автономного округа. Программа обучения была подготовлена Ассоциацией независимый общественный мониторинг. Ряд семинаров проходил с привлечением федеральных экспертов. Особенностью обучения является не только глубокий теоретический курс, но и ролевые игры, моделирующие ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках и голосовании. Тема нашего сегодняшнего разговора – окончание обучения общественных наблюдателей за выборами в 2021 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа ЮГРЫ. Представлю спикеров. Заместитель председателя общественной палаты ЮГРЫ, член общественной палаты Российской Федерации, координатор общественного наблюдения в городе Ханты-Мансийске Ольга Андреевна Сидорова. Добрый день. Заместитель председателя общественной палаты ЮГРЫ, тренер-преподаватель по подготовке к общественному наблюдению за выборами в 2021 году, координатор общественного наблюдения в Сургутском районе Сергей Владимирович Таньшин. Добрый день. Член совета общественной палаты ЮГРЫ, тренер-преподаватель по подготовке к общественному наблюдению за выборами в 2021 году, координатор общественного наблюдения в Советском районе Снежана Валерьевна Познякова. Здравствуйте. Перед тем, как перейти к вопросам, напомню, что трансказция пресс-конференции идет в группе ОТРК ЮГРА ВКонтакте, где наши зрители могут задавать вопросы и оставлять комментарии. Об итогах обучения общественных наблюдателей в ЮГРИ расскажет Ольга Сидорова. Ольга Андреевна, вам слово, пожалуйста. Да, спасибо большое, Евгений. Ну, вообще, вам спасибо большое, что вы уделяете столько внимания предстоящему общественному наблюдению. Это очень важно. Мы действительно провели очень большую работу, почти два месяца. Колоссальной работы, потому что каждое муниципальное образование, все наблюдатели на сегодняшний день, их 1745, получили новые знания по общественному наблюдению. Во всех муниципальных образованиях проводились обучения в течение двух дней. Это очень важно. Кто принимал участие, кто эти наблюдатели? Ну, в большей степени это представители сферы образования, сферы здравоохранения. Есть в этом году много желающих участников из больших, крупных градообразующих предприятий. Есть студенты, есть молодежь, есть общественники. И вот неоднократно мы об этом говорим, что, ну, на примере Сургута, например, прошли обучение, и там почти 20% представителей были это студенты. И, знаете, даже, наверное, неважно, все ли после того, когда обучатся, придут и станут наблюдателями, на самом деле для студентов это было очень интересно, потому что они получили практику, опыта, вообще, что такое понятие наблюдения, и, наверное, новые знания вообще о том, что такое выборы. И, наверное, очень-очень важно, что студенты получили интерес к тому, чтобы участвовать вообще в процессе, как в процессе выборов, так и в процессе наблюдения. Хочу сказать огромное-огромное спасибо всем представителям муниципальных образований, всех городов, всех районов, которые помогли нам обеспечить вот в такой ситуации все условия, требуемые на соблюдение вот условно хорошей дисциплины и условий, чтобы не было никаких заболеваний, чтобы не было никаких таких вот моментов. Все здоровы, все очень активны, и это очень здорово, конечно, благодаря представителям муниципалитетов. Что еще хочу отметить, ну, два месяца за плечами учебы, а впереди еще три месяца до начала выборов, и поэтому мы планируем провести еще такие укороченные образовательные курсы, потому что не все, на самом деле, наблюдатели смогли принять участие, ну, процентов 90, да, но вот процентов 15-10 они остались пока еще не обученными, поэтому в таком, наверное, повторном режиме мы проведем еще раз во всех муниципальных образованиях в августе для того, чтобы, наверное, вот этот курс знаний закрепить, а для кого-то обновить, для кого-то закрепить, а для кого-то показать новым. Ну и хочу сказать, что когда-то, когда мы начинали, мы больше использовали, наверное, возможности профессиональных таких тренеров по обучению, которые к нам приезжали сюда на территорию из Москвы, это как раз ассоциация независимого общественного мониторинга, а потом, вот благодаря вот Снежане Валерьевне и Владимиру Сергеевичу, я бы, Сергей Владимирович, прошу прощения, я бы вообще их назвала, правда, искренне говорю, стахановцы, потому что очень много территорий они проехали, являясь координаторами, каждый из них по одной территории, при этом они помогли координаторам с трех или четырех других, абсолютно других территорий, это очень важно, и обращаю внимание, что большинство, наверное, времени работали на обучении, затрагивая выходные дни, и хочу отметить, что, ну, как минимум, вот, Снежана Валерьевна и Владимир Сергеевича, что ж такое, вот, работали очень много, и все, что мы делаем, это безвозмездно, это очень важно, но это наш основной кредо, общественник делает все безвозмездно, и это, наверное, очень позитивно и очень правильно. Спасибо, Игорь Андреевич, передадим, как вы скажете, слово стахановцам. Сергей Владимирович, расскажите про выездные учебы, как и чему учили? Ну, первое, чему учили, это же основное, это правовая основа все-таки, да, права и обязанности наблюдателей во время выборов, во время процесса выборов, соответственно, как они будут действовать в той или иной ситуации, которые могут возникнуть. Ну, конечно, желательно, чтобы они не возникали, у нас не появлялись такие инциденты на избирательных участках, что они должны предпринимать, какие действия, куда обратиться, с какими вопросами, соответственно, фиксировать, не фиксировать данные происшествия. Наблюдателям, в принципе, было интересно, ну, и основная задача, конечно, у нас стояла, чтобы было взаимодействие между членами УИКов, научить наблюдателей, чтобы они могли взаимодействовать, это первое. Второе, это, конечно, с наблюдателями от других субъектов, это кандидатов депутаты или от партии, чтобы как раз те инциденты, которые, возможно, возникнут во время выборов, они могли вместе, как говорится, гасить их и решать вопросы прямо на месте. А как Вы оцениваете готовность на данный момент наблюдателей? Готовность, ну, скажу так, 95%, потому что многие наблюдатели сегодня психологически не готовы еще. Почему? И показал как раз вот ролевые игры о том, что Вы сказали, они показывают, что психологически наблюдатели сегодня не все готовы. Ну, при стрессовой ситуации они, возможно, даже не смогут где-то среагировать правильно. Ольга Андреевна правильно заметила, что в августе месяце мы повторим, чтобы как раз немножечко дожать эту ситуацию, и у нас было 100%, чтобы наблюдатели были готовы. Ну, есть моменты, где все-таки срываются наблюдатели, ну, даже в ролевых играх в этих, да, модельный УИК, когда делали, есть наблюдатели, они не могут среагировать правильно, становятся в ступор просто и не понимают дальше действия какие. Когда вот разбираем эти моменты и весь процесс, тогда они понимают их действия, какие должны быть, куда они должны обратиться в первую очередь, что они должны сделать, зафиксировать этот факт, да, нарушение, к примеру. Есть нарушение, нет нарушения. Правильно это все рассказать потом в штаб, бригадиру, своему координатору. В действительности было нарушение? Нет, не было этого нарушения. А может, оно не столь значительное, которое можно сегодня устранить, в принципе, да. Вот такого плана. Скажите, планируется ли какое-то экзаменация, тестирование наблюдателей? Ну, если только в августе месяц. Да, ну, возможно. Ну, сегодня, говорю, на 95% наблюдателей, в принципе, готовы. Многие из них уже были раньше наблюдатели, в качестве наблюдателей, поэтому готовы. Время на корректировку еще есть? Конечно. Вы знаете, если можно, я немножко добавлю. На самом деле, такое мини-тестирование каждый из участников проходил на вот этих тренингах. Потому что по окончании второго дня каждый получал в режиме онлайн вопросы, на нем были готовы уже ответы, из них нужно было выбрать правильные. То есть, некое первое тестирование знаний уже прошли все участники, которые прошли обучение. И второе, вот что хотела тоже правильно абсолютно отмечено, с точки зрения готовности, неготовности, мы все время много говорим про это обучение. Оно действительно очень сильное, и это показывает, когда к нам приходят на площадки обучения председателей участковых избирательных участков, либо сами члены участковых избирательных участков, они отмечают о том, что они получают на этих площадках дополнительное знание того, чего они, возможно, ранее не знали. То есть, сегодня наблюдатели сверхпрофессионально подготовленные и готовые будут, ну, мы об этом все время говорим, что в будущем кто-то займет место председателя на каком-то этапе, если это понравится весь процесс вообще участия на выборах. Хорошо. А, Сержанна Валерьевна, вопрос вам. Как вы считаете, насколько полезно, насколько нужно вот это обучение? Спасибо за вопрос, Евгения. Добрый день, коллеги. Важность самого вопроса и, конечно же, его эффективность я оцениваю даже, если можно, больше 100%, это однозначно. Одно из самых показателей, конечно, это живой диалог. Имея ту возможность, когда действительно мы проехали, прощупали, прознакомились и два дня посвящали исключительно взаимодействию с наблюдателями на момент, когда мы находились в обучении, ну, мы до этого, правильно Ольга Андреевна отметила, с ними контактировали, начиная с марта месяца, как только было принято решение о проведении данных мероприятий, мы, конечно же, изначально проехали каждый координатор по своим территориям, познакомились со своими бригадирами, с наблюдателями. И уже в последующем, проводя данные обучения, дополнительно, еще раз проговаривали, подчеркивая важность именно выездного обучения, могу сказать то, что на сегодняшний момент, несмотря на то, что больше пул наблюдателей сформирован уже из действующих, я можно так сказать, да, что это действующие, да, они уже неоднократно к нам приходят в состав наблюдателей, будь это когда были выборы по Конституции, либо иного уровня выборы. Несмотря на то, действительно, своего рода так, сила этого тренинга, а я, скорее всего, это больше тренинг, то есть, да, это семинар, но он в большей части интерактивом проходил, как раз таки погружая виртуально вот эту вот игру, проживая те либо иные нестандартные ситуации на местах, как раз таки и показали. И самое интересное, благодаря, с одной стороны, тем, кто уже имеет такой колоссальный опыт наблюдений, подчеркнули для себя очень многое, и сами как раз таки и поняли, что даже они, несмотря на то, что имеют какой-то опыт, действительно есть чему научиться, потому что ситуации ставили неординарные в процессе, ситуации были, дай бог, чтобы они, конечно же, не коснулись никого на участках, но при этом, благодаря тому, что новый наблюдатель, который только впервые пришел, он первую половину дня сразу было видно, только понимал, в чем суть, а уже в итоге, благодаря тем наблюдателям, которые имеют какой-то опыт, погружая их всех совместно именно в процессе живого диалога, в живой интерактив, как раз таки и была прочувствована вот та самая тонкая грань, которую мы хотели донести путем данного семинара. Поэтому важность я оцениваю, если можно, даже больше, чем на 100%. То есть это было не просто обучение, а еще и обминные опыты? В большей части да. Почему? Потому что, правильно коллеги сказали, мы, помимо того, что с нами преподавали, мы приглашали к участию членов и в основном председателей участковых избирательных комиссий. У наблюдателей была колоссальная возможность познакомиться с основным лицом своего рода, с должностным лицом, который ответственный за выборную кампанию у него на территории. Наблюдатели, имеющие опыт, конечно же, поделились, и как раз у них было сравнение, как было раньше, как можно было поступить. И как раз у тех, кто имеет опыт, были вопросы в сравнении, что уже они пережили. А у новых наблюдателей, у молоденьких, да, так скажем, особенно у студентов, и хочу тоже поддержать желание сегодня, гражданскую ответственность молодого поколения, я хочу заметить, на очень высоком уровне. Это нельзя не отметить, и особенно их интерес вот в этом вот обещающем семинаре был действительно потрясающим, и спасибо наблюдателям, которые уже имеют опыт. Они даже в период кофе-пауз, каких-то там перерывов между собой, уходя опять же в живой диалог, все-таки обозначу значимость вот именно выездного, живого диалога, как раз-таки передавали уже опыт, как своих, так скажем, опытных на местах. К тому можно обратиться в случае той или иной ситуации, не переходя на высший уровень, решить со своими же коллегами, которые уже достаточно на это имеют профессиональный опыт. Скажите, а что было самое сложное в процессе обучения? В процессе обучения? Вот сам процесс обучения, если можно, начну, во-первых, из основной самой сложности, у нас очень шикарный территориально большой округ, географически разбросан. Я, наверное, все-таки обращу внимание на ту сложность, когда те муниципалитеты, те, точнее, поселения, районы муниципального образования, которые, к сожалению, разбросаны, и к ним транспортная схема, к сожалению, пока на сегодняшний момент, ну, мы можем, доступность, да, но она очень тяжела для сбора в единый, так скажем, информационный поток. Вот в этой части была одна сложность, но с которой мы справились, и я еще раз хочу поддержать Ольгу Андреевну, которая действительно говорила слова благодарности в адрес местного самоуправления и органам власти, это местным администрациям. Благодаря ихней действительно вот такой вот оперативности, а она подтверждалась практически всячески в каждой территории, мы заезжали за сутки до мероприятия, оценивали, конечно, обучающую площадку, все. И вот благодаря сотрудникам администрации, местным органам власти, конечно же, были и сам уровень обучения, атмосфера для обучения создана, оперативность решения всех вопросов и максимальная возможность как раз-таки наблюдателей доставить до того места, где проводился основной семинар, а это, конечно, дорогого значить. Это вот основная из моментов, наверное, организационного характера и активное, так скажем, участие органов местного самоуправления. В процессе обучения, ну не скажу, что сложность, но был такой момент, это, конечно же, первая половина дня, она всегда, наверное, тяжелая, особенно для новичков, а надо ли? А что это? А зачем я здесь? И вот правильно завлечь наблюдателя, донести в первой половине дня, насколько действительно это важно, насколько вот этот момент, я так думаю, все-таки в основном лежит на тренера, правильно поставить, скажем, точки над «и». У нас у всех, слава богу, это получилось, мы действительно, так скажем, никого не потеряли, мы, наоборот, их укрепили, что во второй половине дня, когда мы переходили в живой интерактив путем игр, уже каждый понимал свою значимость, как наблюдатель в выборном кампании, так и вообще, в принципе, что он здесь делает именно в период времени, с какой целью он дальше будет действовать, и что все-таки он будет выполнять в основную выборную кампанию, когда будут идти основные выборы 2021 года. Мотивация все-таки огромная сила. Спасибо, Снежина Абдулевна. Ольга Андреевна, еще один вопрос к вам. Скажите, ждут ли нас какие-то перемены вообще в процессе общественного наблюдения? Ну, я бы сказала, вообще, новация этих наблюдений общественных, она во многом отличается от предыдущих, потому что, ну, новация в том, что мы будем на наблюдении все, и наблюдатели будут разные, и от партии, и от кандидатов, и от самовыдвиженцев, и общественные, то есть это вот каким-то образом надо быть, вот здесь даже получается некий сложный конфликтная ситуация, много человек на одном участке, и это нужно будет грамотно соблюсти. Второе, то, что мы сегодня проводим такие обучения, такой практики не было никогда, это первое, двухдневные, вот такие профессиональные, уровень совершенно другой. Следующая была новация, и мы сами самостоятельно включили в тот блок, который, ну, условно я говорю, московский, федеральный, мы включили блок такого медиапозиционирования на выборах со стороны наблюдателей. Мы учили, как правильно показывать себя, показывать свой бренд, учили знаниям взаимодействия в социальных сетях так, чтобы это было действительно очень ярко, правильно, с точки зрения подачи информационного материала, это тоже новое. Новое то, что мы фактически вот уже, я бы так сказала, с нового года мы дружим с бригадирами, мы всех знаем, у нас у всех, у каждого координатора чаты с бригадирами, и мы общаемся не только по вопросам предстоящих выборов, но и любые какие-то общественные вопросы мы решаем достаточно оперативно, и, наверное, это тоже очень важно. И, наконец, еще одна новация этих выборов, точнее, наблюдений на выборах, мы специально такое сделали, это мобильная рабочая группа, это сделано впервые, она создается в каждом муниципальном образовании, и в ней присутствует, ну, самых главных, это три человека. Это координатор, который возглавляет эту мобильную рабочую группу, это профессиональный юрист, и здесь нам помогли, ассоциация юристов Ханты-Мансийского автономного округа, помогли в каждом муниципальном образовании в эту рабочую группу включить юристов, и представители вашей профессии, средств массовой информации, тоже профессиональные, которые имеют допуск на возможности посещения вот этих избирательных участков, освещения всех информационных материалов о выборах, для того, чтобы, как раз почему она так называется мобильно, оперативно реагировать на любую ситуацию, которая произойдет, потому что юрист может оперативно среагировать и дальше помочь любому наблюдателю, как дальше действовать, представитель средств массовой информации, зафиксировать факт нарушения или, наоборот, не факт нарушения, а вот какие-то другие провокационные вещи, ну и координатор, который обязан среагировать моментально на запрос наблюдателя. Поэтому я думаю, что в этом году, наверное, впервые команда наблюдателей, но я говорю точно о Югры, о таких аналогах, где проучилось такое большое количество, и так качественно мало регионов, я честно говорю. Поэтому мы, наверное, покажем высокий профессионализм наблюдателей общественных на выборах предстоящих. Надеюсь. Спасибо, уважаемые спикеры. Коллеги журналисты, у вас есть возможность задать вопросы? Пожалуйста. Если так, вы имеете. Сергей Краков, телекомпания Югра. У меня вопрос такой. Сказали, что вы обучали работе в соцсетях наблюдателей, ну, не очень понятно, а для чего. То есть, если наблюдать, функция наблюдателя наблюдать, если что-то просигнализирует, что что-то неправильно, в какой момент он будет в соцсетях это освещать? Ну, на самом деле, наблюдатель может освещать любой процесс. Если ему интересно, и он хочет, и он активный вообще в соцсетях представлен, он может показывать всю свою работу. Как правило, особенно это показывает молодежь. Фотографирует все, что можно, но при этом нужно понимать правила, где можно фотографировать, с какого участка фотографировать, где можно получить это разрешение. Ну и, соответственно, вот очень активно, вот показали как раз на решении, которое мы принимали по Конституции молодежь. И вот эти знания очень важны, потому что иногда по материалам, которые выкладывают, или другой еще момент, бывает такое, что провокации произошли, их фиксируют и отправляют в социальные сети. То есть по факту нарушений нет, а это характер провокационный. И потом очень сложно доказывать обратное, что вот это специально кто-то сыграл на аудиторию, на публику, на фотографию, а непрофессионал зафотографировал и тут же отправил. Поэтому мы учили тому, что нужно на провокационные вещи реагировать иначе. Не оперативно отправлять средства массовой информации в соцсети везде, и потом делать обратное, а сначала разобраться. И когда разобраться, вот в этот момент очень важно тоже сделать фотографию. Нас это учили, постоянно во всем фиксировать все, что происходит. Правильно, неправильно, нарушение, провокации, все что угодно. Прежде всего, самое первое, это факт фиксации. А вот чтобы не торопиться, как это делает молодежь, сфотографировал через секунду соцсетях, все-таки делать анализ, безусловно. Поэтому вот такие тонкости мы рассказывали и учили. Ну, собственно говоря, некоторые участники говорили, а мне вообще интересно все, что вы рассказали, я теперь даже собственный бренд по-другому буду выстраивать, потому что это новое знание. То есть вот такого характера. Ну, тут же еще и опровержение фейков, которые, возможно, будут в соцсетях. Соответственно, подтверждение того, что на этом участке ничего не происходило. В принципе, наблюдатели это и должны делать, чтобы не кошмарить тех же избирателей, которые придут на избирательный участок. Кстати, у нас модельные УИКи такие были, да, ролевые игры, где в действительности, повторюсь, многие просто терялись. Ну, когда процесс этой игры чуть-чуть затягивался, так скажем, да, и когда спрашивали, вернее, наблюдатели, что вы должны делать в данный момент, да, там ситуация неординарная. Они говорят, мы фотографировали, мы снимали все, все, видеофиксацию ввели, вернее, все сделали. Ну, правильно, ваши действия, в принципе, правильно, потом можно будет разбираться. Почему, когда мы даже были на обучающих семинарах, нам всегда говорили, не всегда возможно взять будет видеосъемку с камеры, которые находятся на избирательном участке, а у вас, как у наблюдателей, в принципе, вот зафиксирован факт, и вопрос можно будет решить практически по-горячему, да. Соответственно, и опровержение фейков, и подтверждение того, что здесь ничего не произошло. Ну, и это, в свою очередь, помощь, соответственно, членам УИК, да, соответственно, не будет, хотя мы этого, конечно, никто не желаем, что там на время закрыли избирательный участок для разборки и так далее, да, для выяснения, в принципе, той или иной ситуации, да. Может, там какой-то сброс был, кто-то сказал это, а этого, по идее, это и не было. Поэтому можно будет по-горячему разобрать эти все моменты. Можно тоже дополнить, да, по вашему вопросу. Все-таки хочу обратить внимание, почему такое внимание сейчас стали уделять, это медийности как раз-таки выборов, потому что общественные наблюдатели, которые сегодня сформированы плод общественной палаты, являются независимыми. Это основной наблюдатель, который, я считаю, будет на участке, который действительно не имеет никаких политических интересов, никакой подвластности. И тем самым как раз-таки медийность, прозрачность и все, что будет происходить на избирательных участках, транслируясь в интернет-пространстве, будет и показывать то, что на сегодня все это действительно соответствует тем нормам закона, которые должны быть. Потому что как раз-таки независимый наблюдатель и должны это первоначально транслировать. Спасибо. Позвольте еще такой вопрос. Во время обучения рассматривались ли ситуации, когда придется работать на наблюдательном условии, ну скажем так, по усилению крепления антиковидных мер? Можно отвечать? Отвечу, конечно. Да, рассматривались. И как раз-таки в одной из территорий мы рассматривали игру, как раз-таки через игру мы смотрели, да, если у нас объявляется чрезвычайная ситуация, и именно резко идет всплеск, не дай бог, ковида. И вопрос изначально, опять же, поставил в тупик, но он действительно был решен, благодаря тому, что уже они понимали как раз-таки, почему было и два дня посвящено, да, что в первые дни мы теоретическую часть проходили, какие есть тонкости, то есть помимо знания законодательства, да, прав и обязанностей, но и все-таки наблюдатель должен быть также оперативно принимать решения в случае тех либо иных мер и не нарушить как свои права, так и, конечно же, не нарушить права других субъектов вызывательного процесса. И по поводу ковидной части отрабатывали мы игру, когда, ну, мы не именно ковид, мы отрабатывали ЧАЭС, да, как раз у нас был пожар, у нас был не ковид, у нас был пожар, как надо действовать, когда объявляется ЧАЭС, и уровень, так скажем, подготовности, благодаря тому, что они имеют свой уже какой-то самостоятельный, профессиональный опыт, кто-то в трудовую, там, да, имеет опыт, кто-то, я знаю, что такое охрана труда, и, в принципе, как действовать в тех либо иных ситуациях, вызванные форс-мажором, тоже было отработано, ну, я считаю, что очень достойно. И вот на территории других не могу сказать, те территории, которые у нас были, мы проработали. Ну, в любом случае, профессионализм уже сейчас подготовленных наблюдателей общественных покажет, ну, то есть, мы среагируем на любую ситуацию, которая будет не, ну, какая-то форс-мажорная, и даже усиление, все равно мы уже работали, это была практика как раз по голосованию Конституции, очень было строго, для нас это вообще было впервые, это было сложно. Мы были одни вообще на наблюдении, на голосовании, поэтому я думаю, что проблемой не станет. Редактор субтитров А.Семкин